Татьяна Алексеевна, пожалуйста, по расселению аварийного и ветхого жилья. Владимир Владимирович, в рамках контрольного мероприятия, о котором вы упомянули, мы проверили четыре региона, Амурскую и Иркутскую области, Республика Бурятия и Забайкальский край. В этих регионах проблема расселения граждан из аварийного жилья стоит наиболее остро, как раз потому, что там достаточно большое количество временных построек, которые возведены были еще в период строительства Байкал-Амурской магистрали. По самым предварительным данным, количество граждан, которые там проживают во временном жилье, оценивается в 4,5 тысячи человек, но это не окончательная цифра, поскольку инвентаризация еще не завершена, и сложность состоит в том, что это как раз временное жилье, которое по сегодняшнему законодательству не отнесено к статусу жилищного фонда. И в этом как бы основная проблема, а программа жилища, которая была призвана реализовывать эту тему, она, к сожалению, эту тему никаким образом не решает. Правительством Российской Федерации был принят комплекс мер, соответствующий по ликвидации этого временного аварийного фонда. Предполагалось, что в первом полугодии 2014 года проведена будет соответствующая инвентаризация, о которой я коротко сказала, но она пока еще не завершена, и полного понимания, какое же все-таки количество граждан проживает в этом временном фонде, до настоящего времени нет. И более того, во втором полугодии, согласно этому же комплексу мер, предполагалось, что начнется уже расселение. Но я думаю, что о расселении здесь говорить еще рано, потому что механизмы реализации не созданы, увязка с жилищным законодательством не осуществлена. И я даже сейчас не говорю о денежных средствах, которые должны быть выделены за счет всех источников на эту цель. Они оцениваются приблизительно в 3,4 миллиарда рублей, но пока организационно-административные и нормативные механизмы не созданы, решать проблему мы никоим образом не сможем, хотя первоначальный срок обозначили второе полугодие 2014 года. Еще одна проблема, которая там существует, это проблема, которая связана с отсутствием системы технического учета, как жилищного фонда, так тем более и этого временного фонда. Я уже сказала о программе «Жилище». Она была призвана решить проблему, и соответствующие средства там были заложены в тех случаях, когда временное жилье приобретало статус жилищного фонда, и предполагалось, скажем, что в 2013 году 1537 будут расселены. Но, к сожалению, этот показатель оказался невыполнен, он оказался невыполнен по ряду причин. И потому что система организации, которая здесь на федеральном уровне существенно страдала, и, во-вторых, потому что те соглашения, которые подписывались с регионами Российской Федерации, вот эти четыре региона, которые я упомянула, они предполагали, и сама программа «Жилище», и вытекающие из нее соглашения, предполагали, что будет финансирование со стороны субъекта 50%, со стороны Российской Федерации финансирование составит тоже 50%. К сожалению, по факту жизни этого не произошло. Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства, регионы, ну, в общем, практически не выполняли свои обязательства, и их финансирование, именно их финансирование, потому что это их обязательство, составляло в ряде случаев 15%, и, естественно, эти показатели были нереализованы. В итоге у нас получилось, что в 2013 году в Республике Бурятия плановые показатели, это один из самых высоких по этим регионам, были исполнены на 99,7%, в Забайкальском крае 65,9%, в Иркутской области 31,1%, в Амурской области 35,6%. Причиной тому не только невыполнение субъектами своих обязательств, но и то, что со стороны Российской Федерации в лице уполномоченных органов соглашения о предоставлении субсидий были заключены только во втором полугодии, средства переданы тоже в конце третьего квартала, но это, к сожалению, та тенденция по неэффективному использованию средств, которая имеет место быть у нас в ряде случаев, когда предоставляются субсидии из федерального бюджета. И, как я уже сказала, на сегодняшний день ключевым моментом является именно нормативное урегулирование этой проблемы. Если это не будет осуществлено, никакого движения в этом направлении не будет. Какое ведомство должно подготовить? Сейчас это Минстрой и Минвостокразвитие. Дело в том, что у нас эта проблема по БАМу, она решается пока через программу жилища, и, соответственно, Минстрой должен этой темой заменять. Но учетом численности контингента именно в этих регионах, согласно поручению правительства, занимается Минвостокразвитие. Поэтому им нужно как-то тут, наверное, скоординировать эту работу. Я понял. Вы председателю правительства все это доложите еще раз, уже в письменном виде, с тем, чтобы Дмитрий Анатольевич мог сформулировать соответствующее поручение ведомства? Хорошо. Спасибо.